Здравствуйте, друзья! Предлагаю вам мои новости от археологии. Археологи нашли мозаичный пол с изображением неких событий в 2018 году в Галилее Израильской. Картинку даже поместили на обложку National Geography. И вот как простому народу растолковали сюжет. Дело было 2350 лет назад. 2350, ни больше, ни меньше. Александр Македонский, завоеватель Востока, вышел на подступы к Иерусалиму, но навстречу ему поднялись раввины. И, о чудо, полководец упал на колени. Такой сюжет, такое объяснение. Представили себе? Я помогу. Это вот раввины. Вот это Александр. Александр, очень приятно. Раввин, взаимно. В общем, как-то так. Ну, а теперь пришло время увидеть саму картинку. Открываем изображение и испытываем легкий шок. Смутные сомнения терзают. В этой картинке чего-то явно не хватает. То ли золотого шлема с салтаном полководцу, то ли шляп раввином. А бык просто лишний здесь. Я вижу славянского князя в доспехах, брони из кожаных пластин, наручи защиты локтей и рук, зерцало, бляхи для дополнительной защиты предплечий, плащ-накидка с драгоценной пряжкой. Напротив старец. Так изображали гальских друидов и индийских великих моголов. Положив на сердце правую руку, полководец словно говорит «Прости, не могу», при этом сдерживая быка с рога. Оба они, князь и бык, сдерживают силу. Белокурые волхвы угрожают пожаловаться наверх, а кто погорячее, хватается за мечи. Дружина только и ждет приказа. Острый момент. Боевые слоны некрупной породы, похоже, этот вид давно внесли в белую книгу. И бык, князь с быком, одно целое. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Высоцкий, не намекал ли нам на что? Вот и другой автор, постарше, правда. Цитата. Те же, что между Днестром, Туросом жили и Прутом, назывались буйтуррусами, потому как были сильными, крепкими, могучими, будто грозные быки-буйтуры. Но есть одно конкретное историческое лицо, не обласканное славой и памятниками, носящее Тура как тотем и как имя. Это Всеволод Святославович, брат Олега, из слова о полку Игореве, князь Трубчевской и Курский, сын князя Черниговского, жил 1555-1196. По новой хронологии, это как раз время распятия Иисуса Спаса, война новогреческого христианства против Визической Руси. Раскол Единой Руси идет полным ходом. Всеволод воюет, согласно летописям, против половцев поганых. Идет на Всеволода большое гнездо. На годы пропадает с арены событий, якобы попав в плен. По свидетельству летописцев, Всеволод Буйтур изо всех Ольговичей отличался мужеством и доблестью, а потому куряне любили его и оплакивали его смерть. Похоронен в Чернигове, по останкам восстановлен этот его портрет в бюстах. Почему же Всеволод Буйтур Черниковский ходил на Всеволода Суздальского большого гнезда? Как минимум 10 лет они сражались. Всеволод – это Всеволодарь. Власть первого Всеволода стоит на заветах отцов в едических родных правилах Единой империи. Второй Всеволод – сын византийской Ольги, изгнанный с матерью из отчего дома после смерти отца и воспитанный в Византии. Когда он вернулся, он принес на Русь централизацию, вертикаль власти и новую идеологию, новую религию. Оттуда все пошло, еще до Петра. Кто прав, судить трудно. Многие новый мировой порядок считают прогрессом, но жертв, кровопролитий и подмен случилось великое множество. Всеволод Буйтур ходит на половцы в поганых. Зрители мои, соавторы, указали, слово «паганизм» в английском переводится как «язычество». Вот так поворот. В летописях Пскова русичи, немцев и других называют «поганые латиняне», то бишь «язычники». Тогда и половцами погаными могли назвать латинян, греко-византийцев, а попросту крестоносцев. Восемь сыновей у Всеволода большое гнездо и восемь юношей по обе стороны от старца, внизу мозаики. Словно Всеволод большое гнездо, в укрытии с сыновьями в страхе ожидает прихода врага. Но есть у него надежда, что старцы уговорят Всеволода Буйтура развернуть войска. Как помирил же их епископ Черниговский Порфирий в свое время, остановил же братоубийственное кровопролитие. Об этом факте много написано. Почему мозаика в Галилее, спросите вы? Да потому что не было у Руси границ, и события могли происходить в любой части Асии. Вот так я увидела этот сюжет. А что скажет Джуди Магнес, руководитель раскопок? Но главное-то, конечно, что скажете вы. Жду ваших оценок. Присылайте отзывы и новости. Разберем и выведем на чистую воду. Искренне ваша Тамара Тамара. Субтитры сделал DimaTorzok